В ГИБДД говорят, поправки в закон о безопасности дорожного движения и кодекс административных правонарушений, вводящие новые подкатегории прав, реально вступят в силу ориентировочно в мае 2014 года. В правительстве сейчас идет разработка других нормативных актов, которые регламентируют действия органов, выдающих водительские права, и учреждений, обучающих будущих водителей. Отмена сдачи коллекционных экзаменов на получение права на управление транспортным средством самоподготовкой Это единственная пока норма закона, которая начала действовать с 5 ноября. Согласно новых поправок для сдачи экзаменов, допускаются лица, прошедшие в установленном порядке, соответствующие профессиональному обучению. Напомним, что по новым правилам в водительских удостоверениях вводятся категории М для владельцев мопедов и скутеров, а в рамках уже существующих категорий появляются подкатегории А1, В1, С1, Д1, С1Е и Д1Е. Образец водительского удостоверения с учетом новых категорий уже разработан МВД. Удостоверения нового образца будут получать выпускники автошкол после прохождения курса обучения по специально разработанным министерством программам, которые появятся не раньше 2014 года. В городе Ленинск-Кузнецком обучение проходит по прежним программам, по прежней методике, идет прием экзаменов. Категории выдаются прежние пока, да? Да, выдаются прежние категории. На мае 2014 года перенесены изменения в Федеральном законе о безопасности дорожного движения, запрещающие водителям иностранцам заниматься на территории Российской Федерации предпринимательской и трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не имеющих национальных российских водительских удостоверений. Контролировать выполнение данного требования будут работодатели, для которых вводят административную ответственность за выпуск на линию водителя без российского водительского удостоверения. Данное нарушение обойдется работодателю в 50 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok